что там происходит от сима привет у меня поджидал возле комнаты вот если творог будет знаете такой какой-то никакой то и сырники будут никакие все привет вам это у нас так дети здесь шумят но все кое-как на строчила эти заплаточки вот так она выглядит конечно не совсем это красиво эстетично художественно по-дизайнерски все теперь пожарится на второй стороне на улице конечно тепло но ветрено как-то а ветрено так что нормально на дороге вот так вот все изрядно подтаяло прям сильный в общем думали думали и забыли мы положить ваниль усищу у тебя такие длинные аж не помещается мне в экран я уже помыла хорошенько мультиварочку всегда после каждого приготовления мой ее внутри мой ее снаружи все наматываю шкурку вот этот процесс выглядит примерно вот так тут совершенно нет никакой привязки к святому валентину и в итоге я и купила с хорошей скидкой за 6 тысяч а все почему потому что с ним такой компанийский у нас товарищ а саша папа подарил розы она их уволокла к себе уже всем привет я сразу начинаю видео с того что буду сейчас делать сырники посмотрела видео на канале алины и семья руденко она там дело сырники но я делаю немножечко иначе потому что мы любим их сладкие и я даю больше яиц но мне соответственно будет и творога здесь побольше потому что у меня вот здесь почти полкило и здесь ну мы так уже отъели саша делала себе сметанкой поэтому буду сейчас буду сейчас все сюда складывать дам 3 яйца посмотрю возможно там еще четвертая и у меня пойдет 4 ложки муки и пойдет 4 ложки сахара потому что саша не любит кислые сырники а любит сладенькие и надо сейчас успевать это все перед тренировкой потому что к двум часам я ее уже повезу на тренировочку принимая за дело творог у меня такой довольно таки крупно зернистый это у нас пластинский он очень хороший творожок я его вообще люблю в принципе без сахара без соли просто так кушать это очень-очень вкусный творог не знаю мне прям нравится когда вот такие крупные зерна и есть знаете что пожевать добавляем сюда муку ну пока добавлю 3 а потом смотрю сахар наверно тоже пока что добавлю три столовые ложки все и вбиваю яйца все таки дам еще одну столовую ложку сахара возьму такую вот мелкую толкушку и хорошо ею промну и сейчас становится понятно что надо еще добавить одну ложку муки я уже подготовила здесь тарелочку с полотенцем чтобы все масло могу сюда впитаться и все выкладываю сырники жарю их я не на сильном огне чтобы они могли прожариться вообще залог хороших сырников это хорошие на самом деле ингредиенты и хороший творог вот если творог будет знаете такой какой-то никакой то и сырники будут никакие но все пускай лежат румянится и буду готовить следующую партию мне осталось тут совсем немножечко саша уже поставила чайник а я буду проверять как у нас там жарится ну вот одна сторона уже готова она подрумянилась можно переворачивать следующую партию я буду уже жарить на свежем масле вот это буду сливать потому что я никогда не жарю ни котлеты ни что-либо на втором вторую партию на том же масле то есть каждая последующая закладка идет только на свежем маслице все теперь пусть жарится на второй стороне пожарились сырники и я их уже выкладываю такие они какие-то скользкие так и норовят выпрыгнуть так обязательно все хорошо чтобы маслице сошло а сковородку убираю сейчас я буду это все убирать и заливать чистое новое масло тебе готово ты будешь со сгущеночкой смотрите какие красивые такие золотистые я саше предложила с медом она сказала не надо мне мед она сказала я буду со сгущенкой так что приятного аппетита саша я сейчас и кушать их не буду я дождусь пока они остынут сашку отвезу на тренировку а потом приеду и без сгущенки холодненький поем привет вам еще раз это у нас так дети здесь шумят в подъезде мы уже собрались я конечно так это немного не накрашена мы с сашей собрались уже на тренировку я ее сейчас отвезу по пути мы заедем забравим машину на улице у нас тепло минус 4 градуса это прям хорошо знаете уже чувствуется наверно весна скоро на улице конечно тепло но ветрено как-то а ветрено так что нормально мы сейчас идем машину и едем на заправочку все жду сашу сейчас надо садиться и мы едем в принципе нормально бензина и погнали да правда на улице очень тепло так хорошо комфортно ветер подводит ветер да а в целом но в целом уже чувствуется как будто бы весна на подходе я бы сказала но все мы покатили сейчас сашу потом приеду домой буду ждать игоря он тоже должен приехать и мы хотим съездить в магазин потому что дома подмели уже все буквально сегодня даже уже дворок оставался до сашкину колбасу нет там еще осталось хлеба нет я хотел сегодня утром петербург с колбасой съесть смотрю а хлеба нет ну и я обломалась попривала просто чай тут вот убирает техника снег у нас во дворах надо сейчас так объехать как-то аккуратно все это дело потому что снега конечно много навалило убирать его у нас так просто перекрывают проезды причем человек тоже стоит на тротуаре я сашу отвезла сейчас уже еду домой надо поскорее потому что мне прилетела работа пока я ездила в общем поступил заказ на изготовление пакетов вот мне надо сейчас подготовить дизайн согласовать его и уже потом отправить на производство чтобы могли уже изготавливать пакеты на дороге вот так вот все изрядно подтаяло такая ну знаете скользкая немного из-за каши из-за такого вот непонятного снега везде уборочная техника убирают все что навалило плюс то что начинает оттаивать и мешает каким-то образом передвигаться на дорогах во дворах молодцы коммунальные службы которые следят за порядком и за удобством для водителей и для жителей города конечно когда вот такая погода минус 4 стоит совсем все не белок какое-то уже все такое грязненькое снег грязненький но это к лучшему потому что скоро скоро уже будет весна ура ура прям вы знаете не терпится уже хочется весну и скорее бы лето но все я поставила машину в гараж немножко такая лохматая потому что ветер саша отопила свой бца перед тренировкой да она берет спортпит всякий в этом роде который помогает ну и все сейчас иду домой я хочу сказать что ветер какой-то странный то он есть то его нету и знаете той порывы такие дуновения но народ прям видно как выгреб весь на улицу выползли пешочком многие сегодня ходят но пока ездила видела что он прям вот на улице очень много народу заметно снег уже так не хрустит под ногами да и хотела сказать перед тем как ехать уже вести сашу на тренировку я все-таки попробовал сырники я хочу сказать что я в торопях забыла дать ванильный сахар ну либо ванилин короче ванильку забыла дать саша говорит вам тоже как-то такой непривычный вкус что-то говорит тут ты сюда не доложила думали думали вспомнили что я не положил вот тут видите эти прям сильно очень думали думали и забыли мы положить ваниль вот так поэтому не забывайте поэтому если вы тоже сейчас запланировали готовить сырники выложите заранее ваниль и добавьте ее но если конечно вы ее любите по подъезду идешь кто котлеты готовит кто супчик варит так то все пахнет я тоже достала косточку и большого большого карася хочу сварить супчик и карася запечь со сметаной в духовке особенно если большой карась и запекать его под корочкой со шкуркой это просто объедение я уже помыла хорошенько мультиварочку всегда после каждого приготовления мою ее внутри мою ее снаружи вот эта крышка я ее в любом случае хорошо вымываю и оставляю стекать потому что если что-то такое готовит что имеет запах ну там например капуста мясо какой-нибудь или знаете что-то еще специфическое такую рыбу например обязательно обязательно всегда все вымываю и вот так ставлю ее стекать чтобы можно было в следующее применение брать ее без проблем даже если что-то молочное готовить чтобы никаких привкусов не было дальше стирает наша новая машинка все отлично все хорошо у меня здесь до гора белья потому что все равно за один день все не перестирать что накопилось пока была не рабочая та машинка поэтому все постепенно аккуратненько я этот стираю здесь у меня еще проблема в том что мне надо вот это вот покрывала здесь есть дырочки мы его покупали в икее индира и мы покупали его в шестнадцатом году и вот с шестнадцатого года каждый день каждый день мы его используем мы им укрываемся нам он очень нравится потому что дома у нас даже зимой жарко и вот уже протерлись такие места чтобы заказать сейчас в икее опять такую индиру ближайшие ки у нас в екатеринбурге это идет с доставкой там 20 процентов ну короче не дешево это получается и я пока что хочу сюда сделать небольшие заплатки да возможно это конечно будет выглядеть не очень красиво потому что ну как-то на таком покрывали до заплатка но это такая временная мера потому что мы все равно собираемся купить может быть кто-то из знакомых поедет и нам привезет ну в общем там будем решать потому что у нас и друзья в екатеринбурге живут возможно мы их попросим купить и нам прислать так что вот здесь есть такие три дырочки и я хочу сейчас достать швейную машинку сделать заплатки сама машинка конечно совсем нелегкая она конечно такая тяжелая но хорошая такая знаете боевая лошадка я покупала очень-очень с хорошей скидкой если я не ошибаюсь 2004 году она стоила 12000 но под тем деньгам в то время это было дорого и я ее купила а нет вот смотрите вот ее цена ну да почти 12000 видите 11 785 и в итоге я ее купила с хорошей скидкой за 6000 а все почему потому что эта скидка была потому что не было вот этого вот знаете стеклышка отсек который закрывает вот этот механизм где шпульки ставится и вот это стеклышко я купила потом спустя три года в тюмени когда училась в университете мне попался швейный магазин со швейными принадлежностями запчастями и чудо там было это стеклышко стоило ну по моему всего лишь 150 или 200 рублей но представляете такая колоссальная скидка машинка за 12 до скидка 50 процентов и вся проблема была только вот в этом стеклышке она у меня с электрическим приводом мне это очень очень нравится потому что конечно у мамы было обычная ножная чайка на ней я тоже умею шить нет проблем но когда есть электрический привод ты как-то лучше контролирую ситуацию и управляешь этим механизмом этим зверем здесь довольно таки большое количество стежков как вы заметили уже эта машинка жаном то есть это хорошая фирма тут конечно нет оверлока но когда необходима функция оверлока я использую вот эти вот две программы в принципе нормально без проблем но все сейчас буду чинить постельное белье потому что у саши тоже под идеальный там разошелся где-то сантиметров наверно 50 60 надо прострочить у меня есть еще вот такая наволочка я в перчатках потому что я еще занялась духовкой и вот я возьму вот наверное такие светлые части потому что белой абсолютной ткани у меня нет делать заплатку на покрывало это мера временная до той поры пока мы просто не купим новое поэтому ничего совершенно страшного не будет если я сделаю такую заплаточку возьму отсюда да ну не чисто белая но ничего ее пришью а затем просто это покрывало отправиться на дачу и будет там наверно служить как как дачный такой вариант но здесь у меня идет мойка чистка духовки я уже все намазала и сейчас буду смывать средства и мыть полностью духовку все духовку я вымыла закрываю ее и надо включить еще посудомоечку чтоб она постиралась так я уже заложила моющее средство ставлю у меня здесь максимальный режим 70 градусов и будет стирать 133 минуты это уже с полосканием сушкой и естественно когда надо стирает я еще сделаю один запуск для того чтобы всю всю химию смыть хорошенько ты тут уже помыла приедет саша нужно будет что-то приготовить сейчас буду приниматься за шитье и хотела знаете еще что сказать вчера саша купила вот такую арахисовую пасту но это какая-то кремовая паста и почему-то она не зашла не знаю я не любитель и я наверное раз второй жизни пробую вот такой продукт мне на как-то тоже не понравилось знаете сильно ореховый привкус и сильно такой маслянистый так к небу липнет и не знаю мне не понравилось поэтому целая банка что с ней сделать и куда ее применить я даже не знаю ну что я села начала уже делать и вы знаете сделала первую такую часть первую заплатку но прошу вас строго меня не судить первую заплатку я уже сделал не стоит цели реанимировать его в идеальное состояние вернуть просто необходимо продлить ему еще до пару месяцев на месяц может быть жизнь пока мы не купим новое но вот такого рода заплатка здесь немного усилила зигзагом с той стороны тоже закреплю и тоже усилю но выглядит она конечно не очень какая-то непонятная розовая ерунда да на белом покрывали но нет у меня больше ничего белого чтобы можно было применить я уже достала шпульку буду сейчас заправлять мне необходимо на нее намотать ниточку и сейчас я вам покажу как этот процесс происходит все наматываю шпульку вот этот процесс выглядит примерно вот так не совсем удобно снимать и следить за толщиной намотки но вы поняли смысл таков необходимо еще подавать нитку чтобы равномерно на шпульку наматывался моточек видите я снимаю и уже у меня тут местами толщина меняется поэтому я сейчас убираю камеру и делаю как положено но все кое-как на строчила эти заплаточки вот так оно выглядит конечно не совсем это красиво эстетично художественно по дизайнерски но ничего на первое время нам хватит дожить до следующего покрывала ничего в этом страшного не вижу ремонт есть ремонт симочка спит да симочка на улице у нас тепло сегодня минус 6 на симочка ты спишь ты такой сонный да ты сонный уси еще у тебя такие длинные аж не помещается мне в экран да ну спи семечко ну все с покрывалом я закончила сейчас я его в стирку кину и осталось еще подшить сашин пододеяльник поэтому пока машинка открыта я сейчас все это дело сделаю и отправлю тоже все в стирку здесь вот разорвалась я говорила по шву нитка и я сейчас ремонтирую дотачиваю вы наверное заметили что я несколько раз здесь прошлась вперед назад вперед назад но это как раз таки вот то место разрыва где нужно хорошенько закрепить нитку чтобы не рвалось дальше потому что это место как раз таки и такое уязвимые но в общем то и все отремонтировала все постельные принадлежности наши и сейчас буду отправлять все это дело стирать машинку сейчас уже буду убирать на хранение для этого я отстилаю сюда ткань опускаю иголку опускаю лапку чтобы это было безопасно все тут тоже убираю складываю закрываю гасим свет и до следующего раза нам машинка не нужна а кто у нас там лежит а симочка он все время лежал тут со мной контролировал весь процесс не знаю как то вот сим любит рядышком находиться когда что-то происходит когда что-то вот делаешь готовишь не знаю шьешь вяжешь сим такой компанийский у нас товарищ смотрите пришли мои домой принесли кучу покупок и такой приятненький букетик знаете так всегда приятно получать цветы игорь поехал сашу забирать тренировки пока он значит был по дороге я ему говорю ты заедь пожалуйста в ленту и накидала список и купи молока сметану там хлеба миска капусты я хотела сделать бигус в мультиварке в общем заходят они сейчас домой и первым делом мне цветы под нос это так приятно получать цветы это так классно тут совершенно нет никакой привязки к святому валентину тут есть и грязь и дню этого компьютерщика день в честь дня компьютерщика цветы так это тебя надо поздравлять и я тебя поздравляю муж компьютерщик меня поздравляешь сможет как лидерщика просто захотелось да приятно вот так так и вот тут эти стремные чернику да ну да это сердечко вообще сюда не лепится но мне нравится вот эта цветовая гамма слушаю такой маджентовый и зелененький такой цвет распускаться они красненькие а вот эти помнишь как они называются вот эти рис и это не ирисы и рис и другу на ирис ну в общем это похоже надо короче ставить воду и заливать эту ступку спасибо спасибо а надо надо вазу но и здесь еще целый пакет покупок и я сейчас поставлю цветы в вазу и покажу вам обязательно что купили что там происходит от сима привет у меня поджидал возле комнат в общем я вот так сюда поставила цветы вы за своего рабочего места чем вот этой стороной пусть стоят и радует меня красота на красота а саша папа подарил розы она их уволокла к себе уже а у саши получается здесь вот такие вот розы такие тоже нежненькие нежненькие розы на фоне елки надо их тоже в водичку поставить а и Субтитры подогнал «Симон»!